Займы для бизнеса в России стали слишком дороги. Где же можно позаимствовать денег, если не у собственных банков? Мы сегодня общаемся с Максимом Зайцевым из компании Nordkapital. Где на сегодняшний день российский бизнес может искать средства для собственного развития, существования, для открытия бизнеса, если это необходимо, либо расширение его, куда и к кому могут обращаться компании? После введения санкций, после того как ряда компаний запретили заимствовать на западных рынках, были разговоры о том, что теперь возможно наши компании переориентируются на азиатские рынки, но по факту мы видим совершенно другую ситуацию. Те компании, которым сейчас запрещено заимствовать, они просто сосредоточились на внутреннем рынке, но в то же время ряд компаний, у которых несмотря на сложную ситуацию в российской экономике, в принципе сейчас мало инвесторов желающих инвестировать в российские долговые бумаги, тем не менее отдельные компании выходят на рынок заимствования, но по-прежнему на западные. То есть вот... Каким образом это сейчас происходит у них? Через свои дочерние компании, либо таким образом? Но, как правило, это всегда делается через дочерние компании. Я не говорю о тех компаниях, которые попали под санкции. Именно те компании, которым можно заимствовать, они сейчас заимствуют, но это единичные случаи. То есть вот за последние два месяца это было всего четыре размещения, это три коммерческих банка и Газпром тоже разместил свои евробанды. Больше каких-то размещений не было. Но здесь надо отметить, что и на внутреннем рынке тоже объемы размещений существенно упали. Потому что сейчас достаточно высокие ставки и компании стараются сокращать уровень долга, стараются брать меньше, меньше занимать. И единственное, что сейчас, под что размещается, это рефинансирование старых долгов, но при этом стараются уменьшить долговой нагрузку. Прошу мнению, это правильное решение? Вот сократить свои займы и не брать еще средства для развития? Но это вынужденное решение, потому что сейчас ставки настолько высокие, что эти средства под такие ставки, то есть не рентабельно брать кредит. Это слишком дорого для экономики. Поэтому сейчас компании будут ориентироваться на то, чтобы сокращать долговую нагрузку. И у тех компаний, у которых высокая долговая нагрузка, они в зоне повышенного риска. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим какие-то дефолты. В каких секторах это самые высокие риски получаются у нас? Ну, в первую очередь, конечно же, риску подвержены банки, потому что, в принципе, этот сектор на себя в первую очередь принимает удар. Поэтому не исключено, если ситуация будет так же негативно развиваться, что мы увидим какие-то отзывы о лицензии на фоне того, что ряд банков не сможет соблюдать нормативу ликвидности. Но это прежде всего касается банков второй сотни и ниже. Во вторую очередь, наверное, здесь можно обратить внимание на сектор недвижимости. Девелоперы, безусловно, пострадают ввиду высоких ставок. То есть не исключено, что на фоне высоких ставок будет какое-то падение цен на недвижимость, потому что ипотечные кредиты сейчас фактически станут недоступны. Ну и, в принципе, сектор промышленных металлов, можно вспомнить отдельные компании, которые уже, в принципе, сейчас на грани дефолта. В принципе, любая компания с высокой долговой нагрузкой сейчас в зоне риска. На сегодняшний день какие инструменты компании, мы будем говорить, наверное, не о тех, кто попал под санкции все-таки, с учетом того, что в Европе надвигается рецессия, прогнозируют такое на 2015 год, доступ к американскому капиталу может быть ограничен. Возникает вопрос, на какие рынки можно сейчас смотреть, стоит ли обращать внимание на Азию, и какими инструментами пользуются для заимствования за рубежом. Но, прежде всего, наверное, открытые рынки, они, в принципе, сейчас не очень будут популярны, потому что достаточно сложно найти большой пол инвесторов, которые бы охотно инвестировали в долговые бумаги. Это, наверное, больше будет переориентаться на какие-то отдельные субординированные кредиты. То есть, в частном порядке, компании будут договариваться с отдельными банками о заимствованиях каких-то. Но, опять же, здесь ситуация непростая, и, наверное, все-таки будет переориентаться на внутренний рынок, несмотря на крайне высокие ставки рублевые. Тем не менее, на Западе сейчас российским компаниям неохотно дают кредиты, поэтому им приходится переориентироваться на внутренний рынок. А внутренний рынок может обеспечить нужды компании на сегодняшний день? Или, точнее, все ли компании смогут получить необходимые средства внутри страны? Ну, это, как говорится, вопрос цены. То есть, не исключено, что ставки и дальше продолжат расти. И, соответственно, те компании, которые смогут, чья рентабельность выдержат такие высокие ставки, те смогут занимать. Те, которые как бы не выдержат, соответственно, здесь угроза дефолта. Вот и все. Для того, чтобы понимать Азия, насколько она может быть интересна для компании и насколько она доступна для компании, потому что, насколько мне известно, в том же Китае есть частные инвесторы, готовые выделять свои средства, но они выделяют средства быстро, но у них ограничен объем капитала. Насколько может быть интересно заимствовать капитал в Китае? Да, безусловно, этот рынок, в принципе, перспективен, но в то же время у него значительно меньше объема. И здесь следует иметь в виду, что и в Азии инвесторы сейчас требуют дополнительную премию для российских компаний. То есть, нельзя говорить о том, что на Западе не дают кредиты, а в Азии мы сможем взять дешевле. Нет, безусловно, в Азии смотрят, поскольку готовы дать на Западе и, соответственно, корректируют тоже свой аппетит, учитывая риски сейчас российского бизнеса. Порой, насколько я понимаю, в Китае стоимость заимствования даже выше, чем в Европе была. Ну, по состоянию на 2013 год, если брать, к примеру, так. Но если, как бы, брать одну и ту же валюту, то, в принципе, наверное, что они сильно отличаются, но в любом случае, никто дешевле в Азии не будет готов занимать российскому бизнесу. Сейчас бизнес находится под угрозой. Вот вы сказали о возможных дефолтах. Не посыпется ли сектора целая за счет того, что будет ограниченный доступ к капиталу и появятся первые дефолты? Если это будет дефолт большой компании, то, соответственно, и другие могут. Я бы не стал, как бы, все списывать на то, что на санкции, потому что, на самом деле, это только и вилл с катализатором. Основная проблема – это давно назревшая структурная проблема в российской экономике. То есть угроза рецессии была уже и в прошлом году. Соответственно, очень многое зависит сейчас от внешней конъюнктуры, не только политической, именно в смысле цен на сырье. То есть если мы увидим дальнейшее падение цен на нефть, то такой негативный сценарий, он не минуем. То есть мы увидим и не то, что рецессию, мы увидим падение ВП российского и дальнейшую девальвацию рубля. Поэтому многое зависит от того, что сейчас будет на рынке энергоресурсов, потому что Россия от этого сейчас очень зависима. О различных инструментах заимствования, которые сегодня может использовать бизнес, мы общались с Максимом Зайцевым из компании Nord Capital. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулибаба специально для Dukascopy TV из Москвы. Продолжение следует...